Секрет гламурной популярности достаточно прост. И особого ума тут не надо, надо только большое количество денег. Выкупить время популярное у другой хорошей программы, залезть туда всем своим шиком и своими туповатыми мозгами. Затем что получить? Затем получить насмешки. Потому как, извините, для того, чтобы заниматься телевидением, надо, по крайней мере, иметь высшее образование и соответствующие навыки. Мы, занимаясь вопросами стоматологии, кстати, не имеем таких навыков и не стараемся создавать гламурную передачу. Мы стараемся создавать всенародно любимую передачу. Простую и понятную. В которой, ну, я не самый компетентный в образе медицины человек. Благодаря самым компетентным людям, которые работают в стоматологическом центре ДЕНС, доносят до вас сведения о ортопедии, о непосредственно лечении зубов и протезировании. И при этом вас здесь и сегодня никогда не будет пугать, никто не будет навязывать именно это мнение. Мнение компетентное, мнение специалиста фирмы ДЕНС. Вы в любом случае всегда можете выбирать и сравнивать. Ну, а мы выбираем для себя, понятно, кого. Здоровье зубов и здоровье общечеловеческое, оно каким-то образом взаимосвязано? Ну, да, конечно, взаимосвязано, потому что человеческий организм одно единое целое. Поэтому, как бы, что-то в организме человека разделять на части не стоит. Значит, ситуация какая? Если человек не лечит зубы, то есть не санирует полость рта, происходит разрушение зубов. В связи с этим происходит, что если зубы не санированы, это источник постоянной инфекции, которая находится в организме человека. То есть, когда человек кушает с пищей, это все попадает в желудочно-кишечный тракт, нарушается микрофлора кишечника, соответственные проблемы с желудочно-кишечным трактом, что приводит как к гастритам, так и язве желудка. Различным диспептическим состояниям. То есть, в связи с тем, что это все идет, соответственно, нарушается работа печени и других внутренних органов. Ну, а если внутренние органы, извините, у нас не работают, да, ну, как бы, тогда все состояние организма человека уже не работает практически. Если брать ближе к голове, это различные лорозаболевания, связанные с дыхательной системой, различные танзелиты, гаймориты и так далее. То есть даже за счет того, что идет постоянный источник инфекции, возникают проблемы именно вирусной этиологии. Все взаимосвязано. Один из немаловажных в наше время факторов тот, что чем запущеннее зубы, тем дороже их лечить. Простой кариес в районной поликлинике вылечат или бесплатно, или возьмут по минимуму за импортную пломбу. В то же время, если этот зуб довести до ручки и дернуть, то придется ставить или страшный железный, при этом обточив два соседних, ни в чем не виноватых зуба, или красивый фарфоровый. Обработка зубов еще более серьезная, из импортной массы, что в разы дороже. Считать умеете? Существует несколько разнообразных способов санации и ремонта зубов. Начиная от простых, допустим, человек просто поставил мост, вроде бы, помню, все железные зубы, непонятная улыбка, которая... Потом пришли к выводу, что должна быть еще и эстетика зуба. Что вы сейчас принимаете на вооружение? На вооружение у нас на данный момент практически полный спектр услуг по стоматологии. От банального лечения зубов, в принципе, это где-то даже львиная доля, по большому счету, именно санации полости рта, это лечение зубов, и до дальнейшего протезирования после удаления зубов. Протезирование у нас в достаточно широкой гамме представлено, как, о чем говорим, да, обычные металлические протезы, это как вчерашний день, так и новые современные методы протезирования этого металлокерамика на различных сплавах, драгоценных металлов на золоте, цирконии, и плюс еще протезирование на имплантах. Все этот спектр услуг мы оказываем. Мы помним с тех еще времен, когда кто-то съедал коронки, когда выпадали мосты, в общем, постоянные были очереди к зубникам, и это были постоянные проблемы. Сейчас, применяя новые технологии, эти проблемы решаются? Да, конечно, решаются, потому что, почему выпадает мост? Потому что нельзя на двух зубах сделать опору, там, заместить 10, 10, 15 зубов, логично, да, это не будет держаться. Если мы говорим об имплантологии, там каждый удаленный зуб замещается отдельным имплантом, то есть нагрузка распределяется равномерно, поэтому никаких таких проблем возникнуть не должно. А еще хотелось бы поговорить о иллюзорности нашего бытия, основанной на заведомо ложной информации. И то, что нам напивали годами со страниц телепугалок, не соответствует действительности. И в тот момент, когда западные корифеи шунтировали президента России, были специалисты, производившие подобные операции без помпы и шумихи. И сейчас и в вопросах стоматологии мы находимся не в большинстве случаев, но в данном конкретном на высоте. Человек когда-то, допустим, лет 5 обратился, дай бог, имплант у него стоит. Но сейчас необходимо поставить на место уставшей челюстной полости новый имплант. Технологически, насколько операция отличается от той, что была 6 лет назад? Технологически, если мы говорим о том, что мы человеку ставим такой же имплант, который он ставил 5 лет назад, технологически ничем отличается. И если мы говорим о том, что мы ставим имплант какой-то другой конфигурации, здесь надо опять же оговориться о том, что люди совершенно разные, и у одного человека могут ставиться импланты разной конфигурации. То есть в зависимости от того, это передние зубы или это жевательные зубы. То есть нагрузка распределяется по-разному. В зависимости от того, что происходит, и будет зависеть от того, будет это другая операция или это будет повторно такая же операция, замещающая другой зуб, который ему пришлось удалить. То есть на данный момент мы здесь работаем с различными видами имплантов, не с одним видом имплантов, составляем какой-то статистический анализ по работе. И уже исходя из этого, скорректируем свою работу. У некоторых бывает потеря зубов до 80%. При грамотной установке имплантов, при грамотной дальнейшем проведении лечения, протезирования, возможно человеку вернуть то состояние, когда он был совершенно здоровым? При грамотном, как выразились, постановке вопроса, сделать это очень даже реально, то есть практически это делается, и на данный момент даже не при 80%, а при 100% отсутствии зубов. То есть обращаются люди, у которых 100% отсутствия зубов, а они уходят отсюда с несъемными конструкциями, полностью восстанавливающими жевательную эффективность и эстетическую конструкцию. А теперь главная мысль. Нет в жизни ничего бесплатного. И даже при рождении мы платим собственной болью. И в жизни надо платить за все, тем более за труд врача либо педагога. И если социалистическая система учитывала это по своей сути, и в Китае, и на Кубе она работает до сих пор, то и в странах с высокой социальной защищенностью, коим ни Америка, ни Германия, ни Франция не относятся, за все платят. И платят деньги немалые. Но и там, где, казалось бы, все более-менее хорошо, плотно работают частные социальные фонды. И мы, конечно, с умилением можем вспоминать времена бесплатных визитов к докторам и оперативной реакции скорой, но действительность – это дешевые материалы в городских стоматологиях. И доза димедролы с последующим клофелином. Только для успокоения больного и галочки в тетради, фиксирующие отсутствие жалоб. Если же нужен реальный результат, размениваться по мелочам не стоит. На данный момент мы работаем с различными видами страховых компаний и с различными видами страховых полюсов, что способствует большому количеству людей, вовремя застраховавшимся, восполнять свои потери зубов за счет средств страховых компаний. То есть при каком-то незначительном взносе страховая компания страхует человека на определенную сумму, с помощью которой он уже может провести достаточно дорогостоящую операцию, которую финансово он себе позволить, в принципе, до какого-то определенного момента не мог. Пожалуйста, различные полица добровольного страхования, по полицам договоров со страховыми компаниями, все это делается, можно работать. Главное вовремя застраховаться. Ну, чтобы никто не подумал, что мы говорим о небожителях, людей с голливудскими улыбками, там Арнольдом Шварценеггером и другими, есть и другие люди, и они работники каких предприятий города? На данный момент у нас большое количество идет работников именно предприятий города, связанных с металлургическим комбинатом, то есть непосредственно работники металлургического комбината и его подразделений. Я не считаю, что они какие-то не небожители, а абсолютно спокойные люди, работающие, как обычными слесарями на комбинате, и металлургами стали литейщиками, не знаю, кем там еще. И при этом имеющие полноценную, красивую, здоровую зубы и улыбку. Да, конечно. То есть, я еще раз говорю, они обращаются к нам за помощью, используя именно страховые полисы, которые выдаются на комбинате, и с их помощью они оплачивают свое протезирование и лечение. Будем надеяться, что в небытие канули времена хронической безграмотности и хронического безденежья с потрясающей глупостью. Мы нехотя, но идем к осознанию необходимого достатка и получения удовольствия от жизни, которые нам дали попользоваться на время, и поняв и вкусив плоды молодости, не только бесшабашные, мы вместе с нашими врачами-хранителями сможем и в 40, и в 50, и в 60 зажигать так, что все предыдущее для нас будет только началом, провожать которое мы будем полноценной, счастливой улыбкой. Ну, а сделать его улыбку а-ля Шварценеггеру для вас уже не проблема? Да, в принципе, не проблема. С другой стороны, особо хорошие улыбки Шварценеггера я вообще не вижу. На крайней мере, мне не нравится. А теперь, ну и в конце. Собственно говоря, раз мы закончили наш разговор с специалистом фирмы ДЕНС о медицинском страховании, совет от человека, имеющего и хронические заболевания, и хронические привычки брать кредиты, но при этом не желающего беды своей любимой. Да, разумеется, я как нормальный человек застраховал свою жизнь, полностью застраховал на достаточно приличную сумму, и выплачиваю тоже немаленькие деньги. Для чего я это делаю? Ну, для того, чтобы, разумеется, в случае чего никаких проблем у моей ненаглядой не случилось. Но при этом, из вот той суммы, которую я потратил в страховую компанию, другой человек застраховал, допустим, добровольно, ну, целостность своих зубов, а сумма эта не такая уж и большая, позволит бесконечное количество времени проводить жуя, ну, яблоки и различные другие фрукты, и даже при этом имея ранее заболевание кариесом. Почему? Потому что те люди, вот типа меня, они именно покрывают убыточность страховых компаний. Поэтому не заморачивайтесь, делайте и страхуйте свою жизнь, ну, свои красивые зубы в правильных страховых компаниях, а лечите, а лечите их здесь, в стоматологическом центре ДЕНС.